Динамичный, эмоциональный и захватывающий спектакль студенческого театра «Инкогнито» Лекарь Паневоле пришелся по душе не только зрителям, но и жюри фестиваля театральной привожья. Он прошел на окружной этап конкурса. Он действительно такой получился молодежный по своему духу. В нем было очень много динамики, там все двигается, очень много трюков, очень много драк. Такой веселый, заводной. И при этом, при всем это классика. Еще одни счастливчики – театральная студия «Отражение». В отличие от своих коллег-студентов, школьники выступают не так давно. Студия работает четвертый год. За это время юные актеры пробовали себя в многочисленных конкурсах районного и республиканского уровня. В окружной этап театрального привожья они прошли со спектаклем «Тимур и его команда». Всего на суд они отправляли три спектакля. Нам показалось, что детям самим эта тема близка, им это нравится. И по качеству их игра в этом спектакле, всех трех спектаклей, была на достаточно хорошем уровне. И плюс очень добротная сценография в этом спектакле была. То есть по всем параметрам, критериям, которые к спектаклям предъявлялись, наиболее интересная работа оказалась. Фестиваль «Театральный привожья» организован по инициативе полномочного представителя президентов ПФО Игоря Комарова. В нем участвуют более тысячи школьных и 130 студенческих театров. Обнаружилось, что в республике огромное количество, и это речь идет прежде всего о детских коллективах, огромное количество студий, любительских театров, где дети могут свое творчество показывать. И есть огромное количество просто энтузиастов, потому что иногда студиями занимаются, руководят и ставят в них не какие-то профессиональные режиссеры или актеры, а ставят просто учителя, которым нравится театр. Региональный этап позади, но победителя озвучат еще не скоро. Окружной этап продлится до 31 октября и только затем начнется финал. Ну а пока на сайте театральной привожья РФ можно посмотреть спектакли финалистов. Чуть позже там откроется голосование. Своего фаворита могут поддержать все желающие. Главное – следить за новостями и не пропустить эту возможность. Ольга Данилова, Андрей Просвиркин. Народные новости.